Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спорный вопрос по отчислениям на капитальный ремонт многоквартирных домов разъяснили анапчанам представители краевых властей из департамента ЖКХ и представители регионального оператора. Общее собрание прошло в зале городского театра. На крывом селекторном совещании губернатор Кубани Александр Ткачев расставил приоритеты в сфере организации детского отдыха. Главное требование – безопасность. Организовать детский отдых на отлично такую задачу перед главами муниципальных образований и руководителями здравниц поставил Александр Ткачев. Глава региона потребовал усилить контроль за состоянием всех детских здравниц и лагерей. Прежде всего, речь идет о противопожарной безопасности и соблюдении правил антитеррористической защиты. Не менее важно следить за санитарным состоянием пищеблоков и корпусов, безопасностью на воде, уровнем подготовки профессиональных кадров, считает глава региона. В Анапе в этом году принимать детей на отдых будут 44 учреждения санаторно-курортного комплекса. Подготовка здравниц к летнему сезону велась с окончания прошлогодней оздоровительной кампании. На текущие капитальные ремонты предприятий направлено 219 миллионов рублей. Закуплено новое медицинское оборудование, спортивный инвентарь. «Мы приложили максимум усилий для того, чтобы встретить сезон во всеоружие», отметил глава города-курорта Сергей Сергеев. «21 мая мы провели заседание межведомственной комиссии у города-курорта с приглашением руководителей всех здравниц и общеобразовательных учреждений. У нас будут работать и лагеря дневного пребывания, дети будут ходить в походы, экскурсии, участвовать в спортивных и культурных мероприятиях». С 2013 года все пляжи детских здравниц оборудованы системой видеонаблюдения. Следующим шагом станет полный охват территории пляжного отдыха с подключением к единой системе «Безопасный город». Кроме того, на всех пляжах установлены спасательные посты. Глава региона подчеркнул роль глав муниципальных образований и руководителя здравниц в организации безопасного и комфортного детского отдыха. Ко дню защиты детей и к летнему сезону в Анапе проводят благотворительные акции и создают новые объекты для развлечения и отдыха. Новый детский парк «Солнечный остров» на Пионерском проспекте рассчитан на 300 человек. Сказочные герои, персонажи мультфильмов Диснея, знаменитые тачки, горки, аттракционы – все это в детском парке. Ровное мягкое и безопасное покрытие на земле, урны в виде сказочных героев, даже туалеты расписаны вручную. Второго такого парка в России точно нигде нет. Все продумано, не просто железная дорога со шпалами и рельсами, а настоящая поездка в сафари-парк. Прокатиться с ветерком можно и в велогородке. Дети соблюдают все правила дорожного движения, сразу запоминают знаки и учатся читать дорожную разметку. Идея принадлежит главе города Сергею Сергееву – сделать тематический городок, чтобы дети, играя, учили правила дорожного движения. 1 июня в День защиты детей пройдет торжественное открытие детского парка. И в центре города ждут маленьких гостей. Предприниматели и власти города приготовили подарок – тысячу бесплатных билетов на посещение парка «30-летие Победы». Конные и морские прогулки, посещение страусиной фермы, рыбалка и велопоходы. В Анапе есть чем заняться, на что посмотреть на каникулах и выходные. Отдохнуть от рабочих будней, провести пару дней у моря едут со всего Краснодарского края. В селе Суков, живописные местечки, крестьянско-фермерское хозяйство «Конный путь». Разведением лошадей здесь занимаются с 2001 года. Кроме конных прогулок, на территорию устроен деревенский уголок с небольшим хозяйством. Этим летом у гостей и жителей города-курорта появится возможность посетить страусинное хозяйство. Во время экскурсии по ферме можно встретить экзотических птиц – страусов, фазанов и павлинов. Хозяева фермы разрешают кормить живущих здесь кроликов и осликов морковкой и капустой. Маршруты выходного дня в Анапе разнообразная рыбалка, прогулки под парусом, виндсерфинг, путешествия в парк вина. Поводов приехать в Анапу в отпуск или на пару дней много. 24 мая на западной части Гостогаевского плата Анапской долины открылась первая в России винная деревня. Авторы нового проекта – независимые виноделы, создавшие кооператив. Идея создания в Анапе винной деревни возникла давно. Этот новый большой проект создается не на пустом месте. Уже несколько лет группа активистов работает на Кубани. Возделывают виноградники и делают гаражные вина. Землю 133 гектара взяли в аренду на 25 лет. Разделили на участки. Каждый член кооператива будет подключен к электричеству и водоснабжению. В течение трех лет каждый должен заложить виноградник. Строить будут все в одном архитектурном стиле, так как главная цель проекта – создать объект турпоказа, от которого будет идти прибыль. Через 3-5 лет планируется развить предприятие по переработке винограда и продать вино под единым брендом. В планах руководителя запуск масштабного проекта, направленного на импортозамещение. Очередную сессию Совета депутатов провели селегой Кадзор. На выездной сессии рассмотрели проблему увеличения продукции личных подсобных хозяйств. Главы всех сельских округов Анапы также приняли участие в обсуждении. Участники сессии пообщались с анапскими фермерами и предпринимателями, занятыми выращиванием овощей и винограда непосредственно в поле. Вместе у края овощных грядок, в теплицах и у виноградных рядов обсудили проблему развития производства сельхозпродукции. Депутаты представителей санаторно-курортного комплекса обменялись контактными данными для налаживания сотрудничества о поставках овощей и ягод здравницы. А кто-то сразу вызвал в поле своих сотрудников для предметного разговора о выполнении меню отдыхающих в анапских здравницах продукции местных сельхозпроизводителей. Интересен им оказался опыт предпринимателя Ливона Топольяна по выращиванию столовых сортов, винограда и созданию крестьянского подворья как элемента только-только создающегося в стране сельхозтуризма. После знакомства с фермерами депутаты обсудили проблемы перспективы развития сельского хозяйства на сессии. Провел пленарное заседание председатель Совета муниципального образования Леонид Кочетов. В ее работе принял участие заместитель главы администрации Олег Косценко, курирующий работу администрации сельских округов. К работе депутатов присоединились главы сельских округов, анапские фермеры и жители села. Проблемы личного характера и вопросы, актуальные для всего села, жители Первомайского сельского округа воспользовались возможностью побывать на приеме главы Анапы. Сергей Сергеев провел выездной прием граждан в Доме культуры села Юровка. Глава курорта принял 16 человек. Еще 17 заявителей обратились со своими вопросами к заместителям мэра. День здоровья прошел в Первомайском сельском округе. Врачи принимали из сельчан в участковую больницу номер 3 села Юровка. Для обследования сельских пациентов прибыли 12 специалистов. Волонтерскую помощь врачам в День здоровья оказались студенты анапского филиала Новороссийского медицинского колледжа. Регистрировали жителей, проводили антропометрию. В субботу 24 мая в Анапе прозвенел последний звонок, провожая школьников на каникулы, выпускников в новые учебные заведения. Во всех школах на праздники побывали представители администрации города и депутаты. От имени главы Анапы Сергея Сергеева, выпускников школы номер 5, поздравила начальника управления образования Нина Филофеева. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Чрезвычайным ситуациям готовы. В Анапе в селе Суко прошли учения спасателей. Хитры на выдумку и способы обмана. Как не дать обмануть себя мошенникам. Лето начинается. Первая группа детей из Грозного в Евпаторию проехала транзитом через Анапу. 1 июня день символов Краснодарского края. Герба, флага и гимна Кубани. Самые яркие краски детских талантов смешали в палитре в городском театре. И сейчас обо всем подробнее. Спасатели муниципальной службы спасения провели учения в селе Суко. Отрабатывали навыки тушения лесных пожаров в живописной долине. Технические подробности учения расскажет Анастасия Никитина. По легенде учений на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в лесу вблизи озера Суко. На пожар в условиях труднопроходимой местности выехал личный состав муниципальной службы спасения. 21 специалист задействовали 4 единицы спецтехники. Очаг возгорания находился на высоте около 100 метров над уровнем моря. Подъехать пожарной технике невозможно. В этом главная особенность и сложность учений. Учения и данные проводятся с целью подготовки к пожароопасному периоду. То есть у нас начинается летний сезон. По плану муниципального учреждения службы спасения нашим отделом ежегодно проводятся такие пожарно-тактические учения. Спасатели развернули пожарные рукава, установили мотопомпы и контролировали подачу воды в промежуточные емкости. Первая мотопомпа забирала воду из озера и подавала по цепочке к следующим. Специалисты отработали слаженно, каждый на своей позиции. Одни установили оборудование, другие тушили условный пожар. Это мы сейчас с двух линий проводили. Можем так же сделать в одну линию, соответственно у нас длина подачи воды увеличится намного. Спасатели на практике отработали навыки по прокладке магистральных линий и подаче воды с использованием пожарных мотопомп. Потушили пожар на площади 50 квадратных метров. Учения я оцениваю на оценку удовлетворительно. В принципе, с поставленной задачей личный состав справился. То, что мы планировали отработать навыки и способы подачи огнетущих средств потушения лесных пожаров, были нами выполнены. На построение полное боевое развертывание и подачу воды к ромке пожара спасателям понадобилось около 20 минут. Условия учений максимально приближены к настоящим, а на общении показали отличные результаты. Жажду наживы и легких денег невозможно удовлетворить. Можно только пресечь. Мошенники и нарушители порядка каждый раз находят новые способы обмана. О том, как не стать жертвой и сохранить имущество и деньги, расскажем прямо сейчас. Прежняя уловка потребовать деньги от лица родственников больше не работает. Мошенники отправляли на номер жертвы сообщение «Попал в беду, нужны деньги» и номер счета или карточки. Сегодня масштабы жадности мошенников увеличились и способы обмана на уровне высоких технологий. Ищем квартиру в Анапе. Снять двушку. Пара минут поиска и вот идеальный вариант. В центре на улице Шевченко 237. 14 тысяч в месяц. Большая удача. Меньше 30 за один месяц в курортной Анапе не найти. Созваниваемся. Хозяйка квартиры требует задаток. 5 тысяч, чтобы квартира досталась именно вам. Желающих снять ее квартиру много. При этом хозяйка не дает никаких гарантий. Максимум – скан паспорта. Гарантий, что это ее паспорт, тоже нет. А вот номер карты, куда необходимо перевести деньги, наверняка правильный. Через несколько часов сотни человек, судя по просмотру объявления, успели перевести деньги. Но ни квартиры, ни хозяйки нет. И 5 тысяч тоже нет. Неправильно набран номер. Вот и все. Что делать дальше? Идти в полицию, писать заявление. Доказать, что у вас требовали деньги, почти невозможно. Вы отправили их добровольно. Но заявление написать надо. И ни в коем случае не отправлять деньги незнакомым людям. Материалы передадут в уголовный розыск, проведут проверку. Если подтвердится факт мошенничества, организатора правонарушения накажут. Независимо от того, успели вы их озолотить или нет. Напоминаем телефоны дежурного полиции. 02 и 468-82. Российские железные дороги начинают детские перевозки в сообщения с Крымом. Первый такой поезд прибыл 30 мая на железнодорожный вокзал Анапа. Наша съемочная группа познакомилась с маленькими пассажирами. У АО «РЖД» совместно с Чеченской республикой организовали транспортировку и перевозку детей до мест отдыха. Сегодня в город-курорт прибыл первый детский поезд. 657 детей из Грозного приехали отдыхать в Евпаторию, детский лагерь «Мандарин». В Анапе ребята пересядут на морской и автотранспорт до Крыма. Это первый состав, когда мы организованную группу детей перевозим через Керченский пролив. И хотим показать всем о том, что это технологически возможно, что это безопасно. Для перевозки детей созданы все условия. В составе поезда 16 современных пассажирских вагонов последних лет выпуска. В том числе два вагона ресторана, где детям давали горячее питание. Все вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами. Около 20 часов ехали в поезде маленькие пассажиры, желая побыстрее попасть на Черное море. Я хочу там видеть море, я хочу играть, чтобы всем было весело, радостно. Хочу познакомиться с другими детьми и хочу, чтобы мои выходные прошли очень хорошо. Я хочу, чтобы нам было там интересно и захотелось еще раз туда пойти. На специализированных автобусах в сопровождении полиции ребят отправили далее по маршруту. Всего в течение лета поезда МРЖД в смешанном сообщении с Крымом через Анапу на отдых планируется отправить 8 тысяч детей. Другим темам. В администрации города с юбилеем 75-летием поздравили Валентина Машукова. Почетного гражданина города-курорта поздравили власти Анапы, почетные жители, депутаты и коллеги. Почетный гражданин Анапы Валентин Машуков 15 лет назад, в 1999 году, решением Совета депутатов города был награжден удостоверением и нагрудным знаком. Его имя знакомо каждому анапчанину. Старшее поколение знает по делам и по поступкам. С 1983 года и почти 10 лет Валентин Дмитриевич руководил Анапским горосполкомом. Молодежь из рассказов родителей и тех, кому посчастливилось работать с Валентином Дмитриевичем. В день его рождения глава курорта Сергей Сергеев поздравил юбиляра и вручил подарок. Построено очень много объектов. Но я хотел бы сказать, что анализируя те объемы, Валентин Дмитриевич очень много внимания обделял социальным объектам. Построены школы, хлебозавод. Но в то же время, в период с 1986 до 1991 года, введено в эксплуатацию 100 тысяч квадратных метров жителей. Сегодня, конечно, это цифры, мы вводим больше 200, но это бум анапский. Что такое в те годы 100 тысяч квадратных метров, это когда жилья катастрофически не хватало. Поздравить Валентина Машукова собрались почетные граждане Анапы, депутаты, коллеги по работе. На праздник приехал и глава Белореченского района Иван Имгруд. Праздничный день все вспоминали и рассказывали интересные истории с жизни Валентина Машукова. Это, наверное, был один из руководителей в Анапе, который в багажнике возил резиновые сапоги и, заезжая на стройку, у него не было препятствий. Он зайдет в любую коптерку, в любое место, где только он пожелает быть, где только надо посмотреть. Поэтому это тот руководитель, который владел всей обстановкой, всей ситуацией и имел обо всем свое личное мнение. Подарки, цветы, поздравления с юбилеем – все это было на торжественной встрече. Но, как признался сам Валентин Дмитриевич, важнее всех подарков внимания, которым его окружили. И теплая дружеская атмосфера, подаренная коллегами и друзьями. Продолжаем выпуск. 1 июня на Кубани отмечают праздник – День символов Краснодарского края. Ровно 15 лет назад было принято решение возродить исторический герб и флаг кубанской земли. Когда флаг утверждали впервые, малиновый цвет символизировал запорожцев – основателей кубанского войска. Синий – Донцов, часть которых переселилась на Кавказ. И зеленый цвет – горцев. Сегодня три цвета флага трактуют иначе. Синий олицетворяет мир, малиновый символ благополучия и радости, зеленой дружбы и богатства, дарованных природой. Эти же трактовки основных цветов герба. Синий цвет идет самым первым в флаге. И он обозначает содружество многоэтнического населения, края именно. А потом идет малиновый цвет. Он обозначает союз черноморского и донского казачества. Зеленый цвет обозначает тесное содружество местного населения и горных народностей. Черный цвет – это была мудрость. Золото – это богатство и справедливость. Серебряный – это честолюбие. И темно-красный – это был символ любви. Зеленый цвет – это был цвет изобилия. Все эти цвета присутствуют в нашем гербе поныне. Старый герб был основан в 1792 году, а новый – в 1937. Вверху щита изображен двуглавый орел. Двуглавый орел пришел к нам из далекой Византии. Эти знамена, четыре знамени, обозначают – это Александр I, Екатерина II, Павел I, Николай I. Внизу изображены две ленты, которые завязаны в банд. Это ленты орденов Ленина. В этом гербо вся история Кубани. Историю создания символов Кубани герба, флага и гимна изучают в школе на уроках кубановедения. В период летних каникул знания закрепляют на тематических сменах летнего лагеря. Ученики 6-го через лето 7-го В накануне значительной даты обсуждают важность символов Краснодарского края. В рамках оздоровительной и образовательной кампании, которая проводится в нашем крае, наша школа взяла в себя обязательство провести историко-краевическую экспедицию. Будем изучать культуру нашего края, при этом совершая различные экскурсии, походы, библиотечные уроки. Я думаю, что для детей будет очень полезно узнать какую-то дополнительную информацию и продолжить это потом, выложить это все в проектной работе своей. Как начинается гимн Кубань? Ты Кубань, ты наша родина, вековой наш богатырь, многоводная и раздольная, разлилась ты вдаль и вширь. По традиции 1 июня на Кубани поднимают флаг Краснодарского края под гимн «Ты Кубань, ты наша родина». И все значимые события во всех городах Кубани открывают также торжественно поднятием флага и исполнением гимна. Два поколения одной семьи, два поколения в одной профессии. В Центральной библиотеке Анапы провели конкурс среди специалистов. Участники два поколения. Новое прочтение вечной истории отцов и детей изучил Вадим Родин. Россия всегда была самой читающей страной. Дочь князя Ярослава Мудрого Анна, выйдя замуж за французского короля, была очень удивлена, что он неграмотный. Но он же король, ему все можно. Она научила французов читать, писать, есть вилками, умываться и чистить зубы по утрам. А еще она привезла с собой книги, чтобы по ним научить европейцев культуре русинов. Благодаря любви к своему языку и культуре, столетиями накапливалась сокровищница русской культуры. И пользоваться этими сокровищами помогают сегодня библиотекари, хранители знаний и культуры. 2014 год в России объявлен Годом культуры. Анапские библиотекари в рамках этого события провели традиционный конкурс профессионального мастерства «Обаятельный, привлекательный, компетентный». Цель конкурса – сохранить и приумножить лучшие традиции библиотечной работы. Изюминкой этого года стала преемственность поколений в профессии. В конкурсе участвовали две команды – хранители, это сборная мам, опытный библиотекарей, и команда их дочерей – молодых библиотекарей с боевым названием «Библиоамазонки». Кроме профессиональных навыков, команды представили на суд зрителей и жюри кулинарные таланты. Причем каждое блюдо сопровождалось театральной постановкой из трудов русских классиков. Итог конкурса – победа опытных библиотекарей. Им грамоты, почет, уважение и ценные подарки от депутата Игоря Филимонова. Хотя в этом конкурсе победителей и проигравших нет. Победа семейная. Тосовцы организовали настоящий праздник для юных жителей микрорайона. Накануне Международного дня защиты детей во дворе дома по улице Маяковского прошел мини-карнавал. С песнями, танцами и подарками детям. 1 июня – Международный день защиты детей. Радостный для детвора и праздник, потому что он знаменует начало самых долгожданных летних каникул. Тосовцы подарили ребятам праздник накануне. Подготовили праздничную программу с конкурсами, играми и сладким столом. Ведущие веселили и развлекали детей. Мальчишки и девчонки пели, водили хоровод. Творческие ребята из хореографического коллектива «Ангелы» продемонстрировали собравшуюся свои танцевальные способности. Маленькие зрители старались повторять их движения. После всех выполненных заданий ребята получили полезные подарки и сладкие угощения. Каждая получила ручки, карандаши, конфеты и пирожные. Теперь юные жители улицы Маяковска с нетерпением ждут следующего своего профессионального праздника – Дня защиты детей. Яркие краски детских талантов смешали в праздники «Палитра». Концерт состоялся в городском театре. Воспитанники детских садов Анапы выступили на сцене с разными творческими номерами. О том, чем впечатлил детский конкурс талантов – наш следующий сюжет. Музыкальная «Палитра» – это традиционный фестиваль дошкольных образовательных учреждений, где все анапские детсадовцы демонстрируют свои творческие способности. Первые участники фестиваля уже давно закончили школы, а добрую традицию продолжают современные дошколята. Уровень и качество номеров выросли вместе с детьми. Красочные костюмы и безупречная постановка танцев никого не оставили равнодушными. В этот день на сцене были и просто танцы, и мюзиклы, и даже спектакли. Практически в каждом номере огромная любовь к природе, русской культуре и к своей родине. Песня «Палитра» Песня «Палитра» Все дети получили подарки. Лучшим коллективом детских садов вручили грамоты. И всем участникам фестиваля – благодарственные письма. Церемонию награждения провела заместитель главы курорта Людмила Мурашова. Вот нигде, как в дошкольных детских учреждениях, в детских садах, нет такого тендема родителей и детей. И я желаю вам всем как можно чаще улыбаться, как можно чаще вашим детям быть на такой большой сцене. И мне очень хочется, чтобы каждый ваш ребенок с такой большой сцены вышел в такую же красивую, хорошую, большую жизнь. Успехов всем нам с вами в воспитании такого юного, творческого, талантливого, красивого, молодого, юного поколения города Анапы. Именно так каждый год начинается лето на федеральном детском курорте. И так будет всегда. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер выхода прогноза погоды – аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Субботу, 31 мая, в Анапе будет пасмурно. Местами возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем 20-23, ночью до плюс 19 градусов по Цельсию. Ветер переменный – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы – 750 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 19 градусов тепла. В воскресенье 1 июня в Анапе будет пасмурно. Возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха в дневные часы 19-21, ночью около 18 градусов по Цельсию. Ветер переменный – 24 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы – 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 19 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ